Новости в эфире в студии Анна Рязанова. Здравствуйте. 11 домов в этом году, в следующем в два раза больше. Программа по расселению аварийного жилфонда набирает обороты в Архангельске. Большинство мероприятий в онлайн-формате. Готовимся отметить День военно-морского флота. На борту 90 курсантов. Большинство испытаний морем проходят впервые. В Архангельске учебное судно «Смольный». Участники презентуют авторские маршруты. Народный экскурсовод снова шагает по Северодвинску. Более 50 кустов наркосодержащего растения, а также семена для выращивания более 130 саженцев. Вся эта экзотика обнаружена в Маймаксе, прямо на придомовой территории Архангела Городца. Подозреваемого в незаконном культивировании задержали полицейские. Ушлым садоводом оказался нигде не работающий мужчина 47 лет. Ранее он уже был судим за кражу. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное культивирование наркосодержащих растений. Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Наказание до восьми лет лишения свободы грозит и Северодвинсу. В городе Корабелов задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины 78-го года рождения обнаружено и изъято прессованное вещество коричневого цвета. По заключению специалистов это наркотики. Во время обыска, проведенного в машине подозреваемого, полицейские нашли еще 15 свертков с аналогичным веществом. А сотрудники ДПС сегодня пытались вычислить тех, кто сел за руль под шофе. Акция «Трезвый водитель» стала уже традиционной. Увы, статистика располагает к тому, чтобы усилить меры профилактики. Кого и как проверяли, расскажет Михаил Меньшинин. Проводится операция «Трезвый водитель». Возьмите, пожалуйста, две памятки. Памятки в подарок – это способ еще раз напомнить. Пьяным за рулем не место. Убрать с дороги шофер под шофе – главная цель акции «Трезвый водитель». Проводимый областным ГИБДД. Полицейские масса восстанавливают машины и проверяют документы, к чему люди относятся с пониманием. Мне кажется, это вообще не лишнее. Я просто не единожды сталкивалась с тем, что действительно бывают выпившие люди за рулем, и они как-то ведут себя неадекватно. Сами выпившие за руль не садились? Пока нет. Нет, конечно, не садились и не собираюсь. Во время акции «Трезвый водитель» полиция по всей области работает в усиленном режиме. Но, как правило, проверки чаще находят не пьяных водителей, а сопутствующие нарушения. Не включены фары, не пристегнут ремень безопасности, права забыты дома или просрочены. Хотя по последнему пункту сейчас есть послабление. К каждому водителю, значит, персональный инспектор, когда проверяет документы, у нас есть послабление в части продления и водительских удостоверений, согласно указам президента в связи с пандемией. Поэтому каждому водителю при проверке документов подходят индивидуальные. К пьяным водителям, разумеется, индивидуальных подходов нет. И если за рулем оказался выпивший человек, наказания не избежать. Это понимают все больше автолюбителей, что подтверждает статистика. Аварий по вине пьяных водителей в регионе, и правда, становится меньше. 7 случаев в этом году против 29 за аналогичный период 2019-го. Впрочем, для тех, кто все-таки может сесть за руль пьяным, нужно помнить другие цифры. Штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет, а также реальный срок до 15 лет. Если в ДТП по вине нетреза водителя, погибнет человек. Меры жесткие, но, по мнению сознательных водителей, недостаточные. Это достаточные меры для борьбы с пьянством за рулем или нет? Я думаю, что нет. А какие должны быть? Ой, даже не знаю, что сказать. Потому что много народу, что уже лишались и по-новому все это делается. Я думаю, что мало. Штраф маленький. Да сколько приемлемый штраф, на ваш взгляд? 50 минимум. Лично мое мнение. А лишение прав на сколько? Второй раз пожизненно. Если попался, то пожизненно. Акция «Трезвый водитель» будет проходить до воскресенья, 26 июля. Однако полицейские просят не расслабляться и после. Контроль не ослабят. Михаил Меньшанин, Светлана Михеевская, Регион 29. К другим темам скромно, но достойно. В Архангельске готовится отметить день ВМФ. Уже сегодня военные корабли встали на рейд Северной Двины. Своё место в строю заняли суда пограничного управления ФСБ, а также малые противолодочные корабли Беломорской базы. 26 июля трансляция с парада будет проходить через систему уличной звукофикации на набережной и Троицком проспекте. Диктор расскажет о каждом корабле, участнике парада. Завершится всё традиционными фонтанами на воде. Уникальная возможность увидеть пожарные катера в работе. Также в акватории Северной Двины от Кузнечевского моста до Красной пристани состоится парад крейсерских ягд. Большинство мероприятий, посвященных празднику, пройдут в онлайн-режиме на страницах учреждений культуры в социальных сетях. Программу можно найти на официальном портале правительства области. Участие в праздновании дня ВМФ в Архангельске примут и курсанты военно-морских учебных заведений страны. В столицу Поморья из Кронштадта прибыл учебный корабль первого ранга Балтийского флота «Смольный». На борту 90 практикантов, большинство из них испытания морем проходят впервые. На каждый пролив, залив есть своя карта, которую непосредственно курсанты отрабатывают. Вот видите, они прокладывают маршрут. Штурманский класс – то место, где курсанты проведут больше всего времени за грядущие полтора месяца. На всем корабле таких два. Каждый вмещает по 30 человек. На «Смольном» абсолютно все заточено на то, чтобы будущий профессионал получал новые знания на практике. В помощь самое современное оборудование. На астрономической палубе курсант учится определять точные координаты корабля по светилам. А отработать борьбу за живучесть судна при ЧП можно в бассейне прямо на борту. Для журналистов, конечно, все это под грифом «секретно». Зато вот сюда доступ открыт. Столовая работает для практикантов четыре раза в день. Личный состав здоров, готовы к выполнению поставленных задач. На борту «Смольного» 90 курсантов. Большинство из морского корпуса Петра Великого. На набережной их приветствуют руководители города и области. Спасибо вам огромное, что вы сегодня здесь. Это огромное значение имеет для всех жителей города Архангельска. Живет наш флот, не пугает его никакие пандемии. Мы знаем, что за вашими плечами можно крепко стоять на ногах. История Архангельска была, есть, и сегодня можно с уверенностью говорить, будет тесно связана с морской историей, с военно-морской историей России. Я уверен, что те дни, которые вы проведете в Архангельской области, они останутся такой яркой станицей в истории Архангельской области, в вашей жизни. Среди курсантов единственный выходец из Архангельска. Максим Астафьев, в прошлом ученика морского кадетского корпуса, по-свойски приветствует некогда директор образовательного учреждения, а ныне региональный министр образования Олег Полухин. Сам процесс штурманских вахт досягается, ночные, дневные. Сегодня за день было три штурманские вахты по четыре часа. Тяжело, очень легко спать. Ну, прорвемся. Примерно для половины курсантов на корабле – это первая практика за время учебы. Тяжелая нагрузка, как нельзя кстати, отмечает командование Смольного. То есть они понимают, что такое море, и уже окончательно принимают решение, как бы их служба или нет. Немножко другой уклад жизни здесь. Бывают тревоги во время сна могут происходить. Ну, то есть очень, ну, достаточно тяжелая служба. Вот именно здесь они это понимают. То есть они на практике понимают, как они в дальнейшем будут служить. С визитом в Архангельске Смольный впервые. Путь корабль держит из Кронштадта. Перед столицей по море побывал в Североморске и на Соловках. Следующая остановка – Мурманск. В ближайшие полтора месяца в гости ждут экипажи в зарубежных странах. Во Франции, Греции и Тунисе. Затем снова на родину. После новые курсанты поднимутся на борт корабля. Только за этот год испытания морем на Смольном пройдут около 700 человек. Это учащиеся почти всех военных заведений страны. Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Регион-29. На борту учебного судна побывал и Александр Цибульский. В Рео губернаторы региона показали учебные классы, познакомили с работой электронных средств ведения боевых действий и деятельностью специалистов, отвечающих за обеспечение навигационной безопасности плавания корабля. Я знаю, что завтра у корабля день рождения, поэтому я вас всех заранее с этим поздравляю, но после завтра у нас День военно-морского флота, о чем я поздравляю вас вдвойне. Приятно, что эти праздники вы встретите на Архангельской земле. Помимо всего прочего, курсанты занимаются сбором гидрометеорологических данных для точного следования Смольного по маршруту. 11 домов в этом году, в следующем в два раза больше. Программа по расселению аварийного жилфонда набирает обороты. Пока строители работают, опережая график, горожане, не скрывая эмоции, рассказывают о реальности, с которой, наконец, придется попрощаться. Мы здесь так замучились, замерзли. О жизни в аварийных домах горожане говорят, понятно, без огня в глазах, но с надеждой, что скоро случится долгожданное новоселье. Например, этот дом Новоучейского был признан аварийным еще в 2012-м, и только в 2020-м, приятные хлопоты, жители начали готовиться к переезду. В данном доме, конечно, жить уже невозможно. Мало того, что у нас холодная вода, печное отопление, зимой страшные морозы, просто условия нечеловеческие. Условия проживания изменятся и у обитателей дома номер 11 по Ленинградскому проспекту. Он будет расселен по поручению в Рио губернатора Александра Цибульского. Я, конечно, очень благодарна, что мне позвонили, меня обрадовали, что мне жилье выделяется. Но я, конечно, нельзя других. Желала бы того же, чтобы они переехали. Переехать, например, в этот девятиэтажный дом смогут 108 семей Архангельска. Строительство идет на Карпогурской улице. Новоселы получат квартиры, полностью готовые к проживанию. Чистовая отделка, пластиковые окна, вся сантехника и электрические кухонные плиты. Сдача этого дома по контракту у нас конец октября 2020 года. Дом предназначен для переселенцев. В доме будет 108 квартир, однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных. Но мало только жилье построить. Нужна инфраструктура, потому рядом с новым домом уже возводится детский сад. Обновятый асфальт с дороги на Карпогурской. Переселяют жителей аварийного фонда в порядке очереди. Так в Архангельске в этом году расселяются жильцы домов, получивших статус аварийных в 2012 и 2013 годах. У нас программа предусмотрена шесть этапов. Первый этап завершения в этом году, второй этап в 2021, третий этап в 2022 году. Значит, предполагается в рамках программы расселить порядка 472 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, а также 27 тысяч граждан переселить из аварийного жилья. В этом году два из 11 домов уже введены в эксплуатацию в Северодвинске и Архангельске. Остальные будут сданы в октябре-ноябре. Новоселье до конца года встретит 984 семьи из областного центра, города Корабелов, а также Котласа, Устьянского, Красноборского районов. В следующем году возведут 20 домов, в 2022-м 11 новостроек. Артемий Заварзин, Регион 29. Центр избирком собирается применить формат трехдневного голосования уже на ближайших выборах в сентябре. О возможности проведения голосования на региональных выборах в течение нескольких дней говорила председатель Центра избиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным еще 9 июля. Но не исключено, что в итоге будет решено остановиться на таком формате в отдельных регионах. Окончательного решения пока нет. Предполагается, что голосование пройдет с 11 по 13 сентября включительно. На усмотрение каждого региона могут оставить возможность голосования на придомовых территориях. Об этом сообщила РБК. Добавлю, что на 13 сентября запланированы прямые выборы губернаторов в 18 регионах, 11 компаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов. Тихая охота может обернуться трагедией. Любители грибов и ягод часто настолько увлечены, что вместо двух часов плутают по лесу 10 дней. Александр Богданович узнал одну из таких историй и решил напомнить нам некоторые правила поведения в лесу. Пошел в лес за черникой, заблудился, собирал чернику, понял, что заблудился. Страха никакого не было. Валерий Лукин вспоминает, как пять лет назад заплутал. Оказался в глуши, а телефон, как назло, в самый нужный момент разрядился. Девять дней Валерий ходил по лесу. Питаться приходилось ягодами. Мужчине повезло, погода стояла хорошая, все дни были теплыми. И на своем пути он не встретил ни одного хищного зверя. Но ни воды, ни спичек и сон на сырой земле. Половину из того, что происходило, Валерий не помнит вовсе. Чисто случайно меня нашли рыбаки, которые ехали с рыбалки на вездеходе. Меня подобрали и привезли в деревню. Таких историй в нашей области, увы, много. За этот год спасатели выезжали 16 раз в таежную зону для поиска людей. В восьми случаях удалось найти человека живым. Четыре пропали без вести. А ведь все может сложиться благополучно, если помнить элементарное. Если человек потерялся и понял, что он потерялся, нужно сначала, не нужно бежать ни вправо, ни влево. Постойте, придите в себя, успокойтесь. Вспомните последнее место, откуда вы пришли. И так потихонечку вспоминайте место. Если вы уже не можете идти, то оставайтесь на месте и звоните. В экстренные службы по номеру 112 вас примут, обработают звонок, зададут все нужные вопросы. Но ни в коем случае не покидать то место, где вы находитесь. Помогают спасателям в поиске пропавших в лесу и волонтерские организации с поисковыми собаками. Вот эта милая и добрая бельгийская овчарка по кличке Динь-Динь из поисково-спасательной группы «Следопыт». Ей всего два года. Хозяйка ее ласково называет феей, которая приносит добро. Спасенных на счету Динь-Динь еще нет, но способности четвероногой мы оценили опытным путем. Спрятались возле кустов вне поля зрения собаки, и поисковая миссия увенчалась успехом. Поиск собакой, он немножко проще, потому что собака чует намного дальше, чем видит человек. И она чует даже укрытие. То есть глаз человека может не увидеть укрытие, да, не понять, что там может быть человек. А собаку не обманешь. Она чует через все, ну практически через все, и достаточно далеко. Важно помнить, что спасателям всегда проще найти потеряшку в лесу по яркой одежде. Также необходимо брать с собой спички, теплые вещи, воду и непромыкаемую обувь. Хоть даже идешь в лес на 10 минут проверить грибочки. Нужно уметь ориентироваться в лесу. Нужно иметь с собой карту, компас, навигатор. То есть сейчас масса средств, которые могут вам помочь. Обязательно, когда идете в лес, нужно с собой иметь эти все гаджеты, так скажем. Нужно обязательно предупредить всех родственников, то есть кто с вами живет, что вы уходите, во сколько вы должны прийти. Обязательно держать всех в курсе, чтобы ушли. В случае, если вы все-таки оказались заложником леса, необходимо звонить по телефону экстренной службы 112. Эта линия работает круглосуточно, вызов бесплатный. И помните, никакой паники. Именно она часто мешает здраво оценить ситуацию. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Никита Ткачев, Регион 29. Далее немного рекламы, а после продолжим. Благосклонность небесной канцелярии плюс мастерство рук хозяйки равно успешный дачный сезон. Правильность этой формулы уже не раз проверила любовь Кремлева. Поистине, кремлевский размах на ее плантации. Тут и дружные ряды кустов клубники, и зеленый лук уже просится на стол. Дополняет все аромат цветов. Лицо любого дачника – это его участок. Все должно быть красиво, уютно и комфортно, чтобы всем нравилось. Такой красотой грех не поделиться с другими. Шанс показать всем свой садовый участок дают совместные акции областной газеты «Правда Севера» и торгового комплекса «Мега». Мы хотим провести конкурс, чтобы как-то поощрить наших читателей и дать им возможность проявить и себя. Поэтому наша газета очень бы хотела быть ближе и к даче, и к людям, и к нашим читателям. Принять участие в фотобитве крайне просто. Присылать не менее двух фотографий своего участка по адресу город Архангельск, проспект Троицкий, 52, офис 1308, или на электронную почту портал собакоправдосевера.ру с пометкой на конкурс. Победители получат поистине ценные призы торгового комплекса «Мега». Сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей. С их помощью победители и призеры смогут воплотить в жизнь на своем участке самые грандиозные планы. Подробную информацию о конкурсе «Лучший садовый участок-2020» можно узнать по телефону 8 902 703 93 03. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем рассказ о темах пятницы. Денег нет, а собирать ребенка в школу надо. Депутаты фракции ЛДПР в областном собрании разработали и внесли законопроект о введении новой меры социальной поддержки малоимущим семьям. Суть инициативы не возмещает расходы на приобретение комплектов школьных рабочих тетрадей, а ввести новое пособие на их приобретение. Это заметно упростит процедуру получения помощи. В ЛДПР убеждены, что школьные рабочие тетради должны выдаваться всем ученикам бесплатно наравне с учебниками. Законопроект ЛДПР уже разработан и внесен на очередную сессию. Если он будет принят в этом году, то люди уже в этом году получат первую компенсацию. Я повторюсь, начать мы решили с малоимущих семей, с младших классов. Таких детей сегодня в Архангельской области немногим более 9 тысяч ребят. Поэтому затраты на законопроект не такие большие. Это порядка 13,5 миллионов рублей. На каждого ребенка мы предлагаем пособие в полторы тысячи рублей на проветение именно школьных рабочих тетрадей. Повторюсь, это такой первый шаг. Дальше мы планируем расширить рамки и возрастные. Законопроект будет рассмотрен в сентябре этого года. Новый сезон полюбившегося проекта. Народный экскурсовод снова шагает по Северодвинску. Участники презентуют авторские маршруты. На одной из прогулок побывала Наталья Пулина. Без войски никуда. Она была популярна, наверное, лет 20, а то и 30 для советского человека. Легендарное войско не для продуктов, но для воспоминаний о советском Северодвинске, а точнее о магазинах, в которые многие ходили еще детьми. Начинается экскурсия в прошлое с пустыря на перекрестке Торцево и Полярной. Некогда здесь был популярный магазин «Лимитный». Почему он так назывался «Лимитный»? Потому что здесь отпускали по карточкам продукты для заводчан. Это было очень популярное место, с завода вот прямо он находился. Полярная, к слову, в советский период была весьма оживленной и популярной улицей. Старожилы помнят, как детьми ходили за оскорбинкой в аптекарский магазин, а будучи взрослыми заглядывали в шестую лавку или покупали своим чадом игрушки в Буратино. У экскурсовода Артема Попова это все до сих пор живет в памяти. Он и сам жил в доме на Полярной. Поход в магазин мог занять несколько часов, нам было достать товар, который выбросили на прилавок, дефицитный товар. Стал копаться в истории магазинов советских, то есть окунулся и в военную пору, чтобы разработать маршрут, чтобы он был глубокий, скажем, осветить несколько магазинов разных поколений, от 40-х до 2000-х. Прогулка по советским магазинам может стать лучшим северодвинским маршрутом 2020. С ней Артем Попов заявился на конкурс «Народный экскурсовод». Всего в этом году пять участников. Из-за пандемии зрителей пока не собрать. Новые маршруты оценивают только члены жюри. Критерии оценки от 0 до 5 баллов. Значит, в критерии оценки входит техника проведения экскурсии, это культура речи, коммуникабельность, извините, пожалуйста, уникальность и оригинальность идеи способов подачи информации, а также соблюдение экскурсионной методики и соблюдение регламента. Эта первая экскурсия мне уже безумно нравится. Тем более, это как опять старый город, который у нас исчезает, и от которого уже скоро мало что останется. Поэтому каждый домик, наверное, каждое воспоминание, оно очень-очень дорого. Совершить путешествие в прошлое и вновь пройтись по исчезнувшим, но до сих пор любимым магазинчикам еще не поздно. Экскурсия от Артема Попова, как и других конкурсантов, обязательно повторится, как только снимут все ограничения. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29. Несанкционированные свалки – это не только ущерб экологии, но и ответственность, вплоть до уголовной. Современное законодательство устанавливает жесткие требования. Об этом прямо сейчас. Вот был диван, вывезли его сюда. Резиновая лодка. Столь грустный пейзаж мозолит глаза жителям села Быстрокурье не первый год. Именно здесь последний приют находит старая мебель, техника и крупный габарит. Мусор привозят машинами и даже тракторами. Так незателево новые хозяева дач избавляются от хлама предыдущих жильцов. А тем временем они грубо нарушают экологическое законодательство, впрочем, как и перевозчики-нелегалы, которые сваливают отходы в лес. Там мусор возится. Все туда возят, в принципе, мусор. Но раньше его... Там был старый карьер, его просто засыпали как бы. А сейчас даже просто куча лежит, никто не пихает, ничего туда не засыпается, но рекультивации не производится. Подобную картину можно увидеть в Вельском, Красноборском, Нянтамском, Приморском районах. В прошлом году перевозчик-нелегал устроил свалки на территории четырех районов. Он незаконно свозил отходы на землю лесфонда. Теперь на него заведено уголовное дело. А вот как воздействовать на простых жителей и воспитывать в них бережные отношения к экологии? То, что люди кидают, все, ну здесь не запретишь. Мы обращались и в милицию у нас есть, вот с Валерием Евгеньевичем. Евгения Сакционировна сбрасывает мусор, ну чего, это самое Роспотребнадзор, да, по-моему, так. Они сказали там, мы не видим там сильных преступлений в этом, так что смысл нам ходить за всеми и говорить, вы там не сбрасываете. В этом году в свете реформы обращения СТКО свалкам объявлена война. Региональный оператор их выявляет и оформляет. Благодаря обращениям жителей в адресы коинтегратора вновь обнаружено 27 мусорных завалов. Все они подлежат ликвидации. Порядок предусматривает направить собственнику земельного участка уведомление о необходимости осуществить ликвидацию несанкционированной свалки, на что дается 30 дней на собственнику земельного участка. В случае, если собственник не выполнил обязанности по ликвидации, региональный оператор ликвидирует несанкционированную свалку самостоятельно. А потом взыщет эти средства с владельца территории, где находится несанкционированная свалка, через суд. Экоинтегратор еще раз напоминает, за нарушение в области охраны окружающей среды и природопользования законодательство предусматривает ответственность, в том числе уголовную. Если вы обнаружили несанкционированную свалку, то стоит обратиться с заявкой к региональному оператору. Способы, как это сделать, вы видите на своих экранах. И не стоит забывать, что все мы несем ответственность за отходы, которые производим. Давайте утилизировать мусор правильно. Наталья Полина, Александр Кузнецов, Александр Угольников, Регион 29. Сегодня профессиональный праздник у флористов. К ним, как к волшебникам, часто заглядывают на огонек за хорошим настроением для себя и близких. Цветочный бизнес всегда считался одним из самых красивых, но за всем великолепием стоит кропотливый труд. Алексей Макеев убедился. Флористика – это вид искусства, и истинный флорист не будет бездушно создавать свою композицию. Творчество – несомненно, эксперимент и это есть. А еще интуиция. Флорист угадывает желание и темперамент человека, которому дарят цветы. Казы можно принять любые. Если бы человек был с настроением, пришел позитивненький, такой легонький на подъем. Это не просто, чтобы пришли заверить мне три розы или пять роз. Что-нибудь такое интересненькое, новиночки, весеннее, что-нибудь такое легкое, воздушное. Но за всей легкостью в работе флориста никуда без знаний ботаники, почвоведения и даже агрохимии. Плюс ко всему художественный вкус и креативность. Скромные герберы и альструмерии или замысловатые сочетания роз и экзотических растений. У каждого букета свое настроение, которое мы хотим подарить тому, кто нам дорог. За это цветы и ценят. Потому что это красиво, ярко и романтично. По праздникам, любимое. Вообще все, без разницы какие. У меня больше полевые. На огонек флористам заглядывают многие, бывает даже без повода. Хотя их в нашей жизни достаточно. Первый звонок, деловые торжества, личные события, день рождения или свадьба. Сегодня флористика переживает настоящий бум, способный исправить даже, казалось бы, безнадежный испорченный праздник. Невеста перед свадьбой сломала руку. И мы вместо этого делали ей муфточку из свадебных цветов. То есть она была в гипсе и вся муфточка в цветах. А еще флорист, как доктор, может помочь в делах сердечных. Напомнить даме о том, что она женщина, а мужчине почувствовать себя настоящим джентльменом. Для этого и вовсе не нужен повод. Жене? Кому еще больше? Маме? На ней рождение, как правило. Статейные букеты достигают веса в несколько килограммов. А с иным клиентом час-другой выбираешь до мельчайших деталей каждый цветочек, чтобы, например, не вызвал аллергию. Но сами флористы и сдержек в своей профессии не видят. Ведь душа и руки неустанно творят красоту и создают праздник, в атмосферу которого можно окунаться каждый день. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. А завтра, 25 июля, профессиональный праздник отметят сотрудники органов следствия России в Архангельской области. В том числе и благодаря следователям нет серьезного роста количества преступлений, а раскрываемость убийств составляет 100%. Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета России это оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина. В этом году на производстве у следователей находилось больше тысячи уголовных дел. Из них сейчас окончено почти половина. В том числе было раскрыто 29 преступлений прошлых лет. Такие новости сегодня. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся в понедельник в 12 часов на нашем телеканале. С 27 июля мы снова узнаем, что происходит сейчас в регионе. Новостная программа возвращается в эфир. Встречаемся в 12, 14 и 16 часов. А итоги, как всегда, ровно в 7 вечера. В информационной программе «Автограф дня» на телеканале «Регион 29». Говорим о том, что интересно и делаем интересным то, о чем говорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова